Это второй выпуск подкаста «Звукозануды». У меня снова прекрасный гость — это Костя Матафонов. Звукорежиссёр и большой человек. Работал со всем Blackstar, Славой Мерлоу и Моргенштерном, сводит половину популярного современного хип-хопа, сводит добрую треть современной поп-музыки. Из немейнстримного сводит мною горячо любимых The Soul Surfers и Сенсея. Поболтали с ним про студии, про то, как искать клиентов молодым и зелёным, как досводить трек до конца, чтобы он звучал готово и целостно, как он трудится в обучении и образовании, и как формировать команду. Классный получился разговор, я получил от него лично массу эмоций, надеюсь, и вы получите. Последнее, что скажу перед подкастом, перед прошлым я просто не сказал, но я заикаюсь в жизни. Много людей решило, что я волнуюсь из-за гостя, и поэтому заикаюсь, но, к сожалению, волнение почти никак не сказывается на моей речи. Даже оно скорее меня мобилизирует. А бывают дни, когда я говорю чисто и почти не спотыкаюсь. Бывают дни, когда одно предложение выговариваю по полторы минуты. Но заикание с волнением почти никак не связано у меня. Просто имейте это в виду, а в роликах не заикаюсь, потому что пишу текст сам, потом учу его сам и читаю вот с суфлёра. Плюс всегда есть возможность переписать дубль. Пожалуй, на этом для интро хватит. Приятного просмотра. Мы начнём с простого. Как у тебя дела, пожалуйста, расскажи, как вообще? Дела нормально, привет. Пытаемся переформатироваться, и мы уже запрыгнули на ретюб-шоу в рамках команды. Вот. Разбираюсь с кризисом среднего возраста на личном фронте потихоньку. А так работа есть. Команда башит. Это хорошо. Давай прямо с самого яркого вопроса, который мне частенько прилетает, когда я анонсировал, что ты ко мне придёшь на подкаст, они, значит, спрашивали вот о чём. Как искать клиентов? Как искать классных клиентов? Где находить новые заказы? Как выходить на рынки? Ну, в смысле, на... Ну, то есть, как выходить на клёвых музыкантов? И что делать, чтобы у тебя стало больше заказов? Вот что лично ты делал? Или, может быть, какие-то есть рекомендации и идеи по поводу того, что можно сделать, чтобы всё стало получаться? Дай подумаю. Ну, вообще, честно, ключ ко всему — это общение. То есть надо просто долбить людей. То есть писать им письма. В мою молодость это была электронная почта. Знаешь, всё притягивает всё. То есть ты хочешь поучаствовать в каком-то музыкальном проекте, как такой студент, с горящими глазами поиграть там рок, трип-хоп в моё время, или сейчас там сделать какое-то YouTube-шоу, не знаю, там фрешмана, придумать имени себя. Ты пишешь кому-то, начинаешь взаимодействовать, а потом одно притягивает другое. То есть начинаешь ты с рок-проекта, потом тебе этот человек, партнёр говорит, слушай, там у меня вот знакомый хочет фильм сделать, ты не поучаствуешь. Ну, короче говоря, ключ ко всему общению. Вот. Это как у диджокеев, знаешь, когда, опять же, в 90-х, 2000-х я много очень общался с диджеями, и они говорят, если ты не тусуешься, у тебя не будет работы. Вот. В то время было так. Если ты такой диджей, домашний, семейный, то тебе будет тяжело. Ну, они так говорили. Вот. А так нужно постоянно общаться, не бояться писать кому-то, предлагать свои услуги. Ещё вариант, знаешь, какой. Когда я начинал, да и сейчас так же, крупные студии, они являются оазисом, притяжением, центром, где ты можешь познакомиться с кем угодно, где ты можешь на баре выпить кофе, если это очень большая студия, и сказать, о, Саш, например, давай я тебе сведу трек. Бесплатно, например, или там как-то, ну, за 5000 рублей. И сделать, постараться, вот. Видишь, такая тонкость. То есть, когда я начинал, дома было сложно что-то делать, программ таких не было, знаний не было, и что-то сделать крутое можно было только на студии, где акустика, где дальний контроль. И ты должен был тусоваться там, и если ты тусовался там, ты сразу был крутой чувак. То есть ты сразу был в теме. Сейчас всё поменялось, к сожалению. Но помнишь «Золотой век» звукозаписи, когда это все мутауны, вплоть до начала 80-х, когда, то есть, в индустрии были бешеные деньги, винил, продажи, и студии процветали. И, то есть, как только ты садился на большую студию, у тебя априори был поток работы, который ты забирал с собой, если уходил на другую большую студию, потому что люди перерабатывались. Вот так начинал я. То есть надо было поднять свою задницу и устроиться на большую студию любым способом. Ну, вот общением устроился и я. Ну, смотри, а если вдруг... А вот сейчас... Да, вот я сейчас живу в Самаре. Последняя большая студия, где была там ансоль фокус-рак какая-то, какая-то сложная, и огромные рупора в стенах были. Такая студия у нас, к сожалению, прикрылась в году в 2012-м, 2011. Ну, кажется, давно прям, очень давно. Сейчас все студии в Самаре, это... Ну, и не только... То есть за пределами Москвы и Петербурга есть там типа пять больших студий в России, и всё. А во всех остальных местах её нету. И идти работать крэпером в подвал, ну, это немножко не тот путь. То есть я там работал, оттуда клиенты к тебе, конечно, приходят, но это немножко... Ну, это не то. Я тебя понимаю, да. Но когда я начинал, был тоже вариант идти к аранжировщикам в подвал. Тогда были, знаешь, вот эти аранжировочные студии, там был такой лохаденс с начала 2000-х, и вот сидели ребята на дженеликах 10-30-х. И вот я так походил по ним и думаю, вообще хочу я это всё дерьмо, знаете, или нет, потому что это так было всё уставшее. Ну, нужно быть прожжённым аранжировщиком того времени, чтобы вот сидеть ещё с ними, как-то бодаться постоянно, там ни о каком звуке не было речи, пока я не попал на большую студию, где именно делали сведения. То есть именно занимались тем, чем я хочу, именно звукозаписью. Поэтому имеет смысл поискать... Ну, например, я знаю, что в Кирове обалденная студия есть. Да, Smart Audio, я не видел, да, который называется. Да, где там стоит... А, извини, как? Говорю, Smart Audio. А, Smart Audio, да. Я тебя просто чуть убавил, потому что я двоюсь сам в наушниках. Да, 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 я понимаю. Вот, чтобы не разговаривать вот так с задержкой секундной. То есть надо искать центр протяжения звукозаписи, наверное. А вообще надо понять, чем вы хотите заниматься. Я ни в коем случае не претендую на роль там какого-то коуча, но, честно, вот какой зоной производства музыки вам комфортно заниматься? То есть от этого уже вы поймёте. Если вы хотите в крутых залах записывать ансамбли, можно начать с городской филармонии, например, ну, которая есть почти во всех городах крупных в России. При любой консерватории есть студия всегда. Ну, это как бы не рэп, но можно брать там какое-то время, договариваться. Там, скорее всего, есть классический мониторинг крутейший какой-то. Вот, типа... То есть просто звонить или идти в филармонию и говорить «Здрасте, я звукорежиссёр, я могу вам какую-то работу сделать». Ну, там консервативные ребята, это же консерватории. Нужно приехать лично, поболтать, может, устроиться там на тех ставку какую-то, начать брать время там. К примеру. Да нет, сейчас время другое. Мы говорим о классическом подходе. Такой, кстати, оправдан до сих пор был бы где-то в Штатах, например. И то там тоже процветают маленькие студии, ну и большие процветают. А у нас... Не знаю. Вот честно, ты мне задал вопрос, я так на него и не ответил. Я рассказал, как у меня было всё это. А сейчас начинать надо с инлайн-миксинга, то есть делать себе рабочее место какое-то, пытаться выжать из того, где ты находишься, максимальный звук, если мы говорим про сведение. То есть ходить в свою машину, слушать в AirPods, может быть, найти мастеринг-инженера хорошего в России, лучшего в России, который будет помогать, потому что сейчас с PayPal беда, с Ларусом беда. И кто-то будет вам просто финализировать день и ночь ваши работы, например, если комната пока не важная. Но вы и у него научитесь многому в диалогах между делом. Вот так же, как я учился крутых мастеринг-инженеров, когда, знаешь, курс был маленький, доллар, можно было отправить сразу на три мастеринг-студии, и потратить на это там, ну, 20 тысяч рублей, за все три. Вот, и сравнить просто трек. Даже не говоря никому никаких фиксов, просто выбрать. Вот. Сейчас такое уже невозможно, конечно, это будет в три раза больше микса. Но в России, ну вот я, когда давал на мастеринг, ну, стоит 5-7 тысяч обычно, какая-то такая сумма. А ты же берешь на мастеринг сам? Да, беру, но у нас стоит 8. Мы, в принципе, держим цены, у нас включены редакции много, мастеринг для винила, мы используем ленту там, то есть, ну, такие дорогие бонусы, за которые все заряжают отдельно, мы как бы включаем. Да. Не жалко. Не жалко. На самом деле, вот я прямо сейчас смотрю твой курс по мастерингу в Music Heads, и там действительно с винилом, вот как раз вышел фанк твой, и там был мастеринг на винил, был мастеринг при помощи штудера, старого магнитофона, и, конечно, я, ну, никогда в жизни не слышал настоящий штудер, и даже когда я был у тебя, я так его и не послушал, вот, но там прямо на записи слышно, насколько, ну, то есть, ты думаешь, блин, старый магнитофон за миллион рублей, вот он, вот его поставить, обслуживать, нужно на него попасть ленту, это такой геморрой. Это так. И ты нажимаешь одну кнопку... Нюхать спирт. Нюхать спирт. И запропиловый, да. И ты нажимаешь одну кнопку, типа, давайте послушаем с ним, и я прямо, вот я сейчас говорю, у меня прямо аж мурашечки выбежали, потому что он прямо... Это домены на тебя, магнитные домены на тебя подействовали, знаешь. Слушай, ну, все-таки совет какой? Делать свою работу искренне, я же должен это сказать. Все бизнес-модели, все там подходы клиентам, это все потом. Для начала нужно гореть этим. Вот я на студии жил до хрена. Вот я ночевал, я мылся в раковине, ну, как бы, я терял женщин, грубо говоря, потому что, ну, не до этого было абсолютно, было интересно сводить. И жил на одной студии, потом жил на другой студии, ну, потому что время хорошее, давали только ночью. И ты нарабатывал клиентов. Да, это портит здоровье, все прочее, но что посоветовать, даже не знаю. Я тогда, ну, очень много работал. Вот, очень много на студиях. День и ночь пытался победить плохие комнаты, свое незнание, какое-то процессом. вот, и старался искренне. Мне кажется, надо как-то ключевых клиентов заманивать, конечно, ценой изначально, лояльностью, чтобы человек видел, что ты готов работать. всем бесплатно делать нельзя. Вот. Поначалу, может, можно. Ну, то есть, понять, я вот хочу туда-то, туда-то двигаться, вот этим трем клиентам я сделаю бесплатно. Потом новые клиенты приходят, ты уже говоришь, какую это цену. Они говорят, а почему ты же тому сделал бесплатно? А ты им отвечаешь, вот я тому делаю бесплатно, потому что мы дружим, у нас договоренность, например, а вам вот, извините, так. Ну, и дальше уже смотреть как-то, не знаю, но ценой забрать и качеством. Видите, еще вопрос стиля, то есть, я берусь за разные стили, а чем больше я работаю, тем больше я понимаю, что до хрена всего стилистически важно. Го есть в каждом стиле. То есть, я его изучаю, изучаю, и сейчас, например, вот с каждым годом стили больше разбегаются по подходам. То есть, если мы сейчас делаем фанк, мы пойдем его делать на консольном сфильм какой-то, для какого-то классического проекта мы будем использовать определенный зал там, то есть, очень много тонкостей в каждой работе, у нас команда занимается очень широким спектром звукозаписи, и стили разбегаются все дальше и дальше подход. То есть, это не то, что ты другой темплейт загрузил, все другое. То есть, в разном подходе, ну, мы пишем барабаны, мы выбираем эти пластики, глушим их там долго, ну, в рояле мы строим по-разному, вот ищем эти апрайд, хорошие пианино, если нужно. Везде, короче, куча тонкостей, можно сойти с ума, поэтому вам нужно понять, чем вы занимаетесь. Мы занимаемся всем подряд в звукозаписи, так исторически получилось, но это не значит, что там кто-то должен так же делать, может, кто-то будет король хип-хопа. И из этого уже выстроить все вокруг, сделать себе хороший низ, именно стили изучить так круто, что вы будете их делать супербыстро. То есть, пока там костян раскачается, вы уже все сведете давно за час, грубо говоря, и сделать это эффективно, как в Америке инженеры, которые заточены на один стиль, и все. Поэтому мы эффективно в своем деле стараться делать суперхорошо и не забывать, что есть помощь в виде автомобиля, аирподсов, мастеринг-инженеров. И если вам нужен какой-то большой звук, то искать город ближайший, где есть хороший большой контроль или филармония, где-то брать его. Ну и доля общения. Общайтесь, общайтесь и размещать на SoundBetter, Engineers, вот этот вот, но я не знаю, как сейчас взаимодействовать по оплатам, может все наладится. Большие артисты живут на студиях все-таки, честно. Легче всего вам найти их, тусуясь, все равно в центрах притяжения. То есть таких мест, как студия Матвиенко, Синелав в меньшей степени, но какие у нас студии-то еще есть большие в России, сам говоришь, мало. Ну вот, ищите. Мосфильм есть. Да, ищите. Виндаж есть. Да, бывают артисты. Я думаю, что за чаем никто вам не откажет в попытке, то есть, типа, если вы на баре пересечете с Полиной Гагариной, ну, вы можете там использовать свое обаяние, попросить свести трек. За спрос денег не берут, ну, по сути. Вот, или спросить, может, кому-то надо свести, а там сарафан пойдет, сарафанная волна уже. Да, слушай, на самом деле... В больших городах проще с этим, но вопрос жить в них сложнее. Ну, да, если ты живешь не в Москве, то, ну, хорошо, в Петербурге еще есть парочка студий, хороших и больших, но, ну, как бы, и вот, и вот. В Петербурге резко, как бы, резко дешевле все. То есть, уже даже, получается, по сравнению с Москвой. Но и не так дорого жить, хотя везде дорого жить сейчас. Сейчас, да. Как-то мы с тобой немножко на это, на какую-то грустную слегка съехали в волну. Абсолютно нет. Мне кажется, ты довольно развернуто ответил. Я бы лучше не сказал, потому что у меня был путь, что я, типа, решил YouTube-канал качать, качать медийку и вот отсюда набирать клиентов, потому что выйти на больших клиентов не получалось никак другими способами, другими путями. Вот, я решил так, у меня работает. Вот, скажу. Круто, да. Ну, я даже тебе про это не говорил, потому что это не мой путь. Вот, я так не знаю, как, как так двигаться. Ты занимаешься обучением лет уже, наверное, 10, если я сейчас ничего не путаю, то есть прям очень давно. И ты этим занимаешься очень увлеченно, очень страстно. Я был на твоих курсах в Music Head много раз. Спасибо. дважды. Много раз говорю, дважды я был. Плюс я смотрел какую-то еще в записи от тебя, вот я был у тебя на кемпе, вот я сейчас у тебя опять-таки учусь на этом самом, на мастеринге. И все, и каждый раз ты нету, ну, я ни разу не видел уставшего, потухшего, не заинтересованного Костю. Всегда Костя супер мотивирован и впихивает тебе просто знания и опыт вот так вот сквозь экран отдает. Я хочу спросить, ну, что тебе помимо, ну, денег дает обучение, зачем это тебе и что ты получаешь кроме, ну, финансового какого-то благополучия? Слушай, ну, финансовое благополучие, ладно, оно, честно говоря, больше потребность делиться, конечно. Сейчас мы раскачали этот курс, он начинает хоть как-то работать с 13-го года, представляешь. Вообще, есть потребность делиться, потому что ты получаешь замен тоже много, нельзя это отрицать, то есть обмен опытом стоит гигантский и в принципе, как я сказал, наша работа во многом это обмен опытом, есть крутые индивидуалы, как бы индивидуальности личности, которые сидят ни с кем не делятся, круто делают, но я не знаю, как они избегают стагнации в какой-то процессе, да, потому что даже вот не в обучении, а в сведении, ты сидишь рядом с человеком, с артистом, и ты столько до хрена у него почерпываешь подхода, всего прочего, я даже не представляю, как вот, кстати, свести дистанционно некоторые проекты, потому что ты никогда не залезешь в голову там Адилья того же, или вот сейчас мы делаем мрачный щи проект панка, но там просто пипец, мы перекручиваем весь проект за шесть часов мы сводим трек, за семь, но там просто трэш-дебош творится, то есть это невозможно сделать дистанционно, окей, если ты супер панк-продюсер, то ты не залезешь в его голову, вот, поэтому, к сожалению, мы вот тут сидим в Москве и лично с клиентами работаем, за это мы платим там пробками, ну, перенаселенным городом. По поводу школы, знаешь, всегда была потребность делиться, я не знаю почему, вот, я в принципе дипломированный инженер по образованию, то есть я могу преподавать, вот, я связист, акустик, просто тогда, как бы, когда я поступал в институт, я походил по институтам и звукорежиссура на тот момент меня не впечатлила по программам, вот, и как-то сейчас все поменялось, надо сказать, мне поинтереснее было вот в институт связи пойти и мне больше привлекает взаимодействие, то есть с учениками, со студентами, ты во-первых, что-то рассказываешь, с тебя это не убудет, ты сам анализируешь свои фишки и оптимизируешь их очень сильно, ну, ты, типа, рассказал про свой темплейт и думаешь, погоди, а какого хрена у меня тут вот так вот, ну, то есть просто пересмотрел немного свой темплейт, все улеглось в голове, то есть ты сам себя проверяешь в процессе обучения, во-вторых, ты очень сильно получаешь замен, как я уже сказал, это круто, короче, мне это не сложно, вроде это получается и я надеюсь, что у нас достаточно компетентное преподавание, знаешь, по крайней мере, по технической части, а остальное все уже вкусовщина, конечно. Кстати, раз уж зашла речь про школу MusicHeads, у меня все еще есть промокод RADIO, вы можете его использовать и он даст 15% скидки на большинство курсов школы, пожалуйста, пользуйтесь им, вы очень поможете каналу, если будете его вводить в поле с промокодами, если вы ищете, где учиться на звукорежиссера, битмейкера, не знаю, музыкального продюсера или где можно найти мастер-классы, это все MusicHeads, ссылка в описании, вернемся к беседе. Я был много где, я много где учился, но я учился онлайн, потому что у нас тут есть факультет звукорежиссуры концертной, я, естественно, уже на него не пошел, а я вот именно просто студий, ну я везде учился онлайн и у тебя курс самый полный, ну не знаю, может быть мне он просто подходит больше остальных и мне он нравится больше остальных, но мне нравится твой и технический подход, потому что мне никто не рассказывал нигде, как работает трансформатор. Типа, почему мы любим там звук этих предусилителей и эквалайзеров, если у них есть трансформаторы, что они со звуком сделают такого, чего не делают, ну, чего не делают другие. И я вот, ну я даже об этом не думал о том, что вот, как он там влияет на звук. А ты довольно просто и легко объясняешь даже мне глубокому гуманитарию вот это, я такой типа, а, вон что, прикольно. Это, конечно, это, конечно, очень нет. Слушай, ну не хочется умничать, но, а, извини, да, у меня задержка просто. А, нет. Понимаешь, никто про это не говорит. Да. И когда мы начали, я понял, когда мы составляли этот курс в MusicHeads, я понял, что невозможно говорить про краски, но не то, чтобы без знания, как делать эти краски, а то художникам не нужно ни к чему. Но почему мы берем гуаши, не акварель, понимаешь, никто же не понимает, все эмпирически тыкают, но на тот момент. И как бы, когда ты вот такой ликбез технический по тулсам, по краскам проводишь, все становится гораздо легче. А вообще ответ в том, что я, наверное, сам достаточно системный чувак в этом вопросе, но не в других жизненных. К сожалению или счастью, но в этом вопросе я достаточно системен, и я понял, что я могу структурировать некий курс, который будет интересен людям, и он будет, знаешь, логично слеплен. Ну, то есть, когда он раз-раз-раз сложился, и там есть что-то, что вы можете получить от инженера в свою гуманитарную копилку как раз, про что ты говоришь. В принципе, вроде получилось. Ну, мне так кажется. Потому что, знаешь, открыть проект и сказать «How to mix trance music» это вы можете посмотреть на YouTube сами. Да. Я вот, например, когда начинаю там сводить регги, например, можно поставить Боба Марли в правый угол до программы и на слух все сделать, если вы знаете, как использовать краски. Но вы можете открыть YouTube, нажать «How to mix reggae», взять блокнотик, ручку, если вы, опять же, системный человек, и просто выписать те фишки, которые у того рассказчика на YouTube кажутся вам интересными. Блокнотик, ручка. Типа, о, в метоле мы не поднимаем середину на гитарах, а в основном вырезаем ее, да, типа делаем в основном минус, работаем эквалайзерами. Круто. Я такой раз записал, сделал себе заметочку по стилям, там, лет семь назад. И такой, окей. Вот. Ну, еще есть такая тема, знаешь, когда пишешь что-то, если мы уж про эпистолярный жанр, то мозги это запоминают сразу. Вот. Это про меня, например. Ты тоже блокнотом зашуршал, да, я там? Да, 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 у меня он есть, и я эту фишку, мне кажется, у тебя же подсмотрел, опять-таки, я говорю, я дополнительно из тебя состою. Короче, я начал писать, и ты, типа, слушаешь и думаешь, блин, вот мне там не нравится слишком резкий вокал, пишешь резкий вокал, потом сидишь и думаешь, ну вот гитары, блин, немощные, ты пишешь, гитары немощные, а уже потом думаешь, типа, а как вот их мощнее можно сделать? Ну, у тебя уже написано, что гитары немощные, ты об этом не забываешь. Я вот такие вещи фиксирую, они прям, ну, не знаю, у меня стало работать, хотя я вообще не структурный абсолютно человек. У меня есть другая тема, другая причина. Мы иногда, знаешь, останавливаем микс одного трека и начинаем микс другого трека. И когда проходит три дня, да, окей, ты севший, отдохнувший, ты можешь все это делать, фреш, но есть другая, другая сторона вопроса, ты забыл, что хотел сделать, а что-то ты хотел очень интересно сделать, и ты ходишь, мучаешься, блин, было же, было, было, вот, что-то куда-то там влепить какую-нибудь плагинку, и вот открываешь блокнотик, там написано, там то-то, то-то, думаешь, а, окей, и уже, ты уже победил свою прокрастинацию и вступил в бой, вот, и ты уже, значит, почти додел, ура, вот. Да, ты говорил про YouTube, у тебя нету самого идеи, желания завести YouTube канал, потому что, учитывая то, как ты любишь разговаривать и как ты умеешь разговаривать, ты можешь, ну, Я не люблю разговаривать, я молчу в жизни, понимаешь, почти всегда, вот в чем парадокс. Я вообще, я бы не сказал никогда в жизни. Нет, я разговариваю на звукорежиссерские темы только как классические звукорежиссеры, знаешь, то есть, когда, как тот медведь в мемасике, когда ты на вечеринке, никто про звук не хочет беседовать с тобой, он грустный сидит такой вот, за столом один, или там, you see, no one cares about analog in your mastering chain, то есть, всем пофиг, что ты аналог на мастере используешь, знаешь, а ты сидишь на вечеринке грустный. По сути, то, чем я живу, звуком, про это, конечно, можно говорить бесконечно, а так, не особо-то. И ты хотел сказать, rutube, да? Какой YouTube? Ну, я пока верю, надеюсь, и что... И жду, да. Может быть, все обойдется, но я дублирую в Яндекс Дзен и в Контакт все, потому что, ну, потому что. Ну, да. Ну, типа, ну, потому что, мне кажется, ты можешь просто завести рубрику ответы на вопросы, там, три раза в месяц на них отвечать, по полчаса, это уже будет супер контент, которого нету на YouTube, потому что, ну, звукорежиссеров в русском сегменте твоего уровня, типа, есть один, вот есть Илья Лукашев, ну, все. Да, я так не считаю, нет, но есть много талантливых чуваков, они появляются. Да, есть много талантливых, но они почему-то не хотят много говорить в YouTube. А, это да. Они, типа, разговаривают. Кстати, очень многие не то, что не хотят говорить, они, понимаешь, они отвратительно к этому относятся. То есть, нет, есть люди, которые, в принципе, не любят говорить об этом. То есть, у меня есть один знакомый, я в пандемию предложил ему преподавать концертный звук, а он сказал, я лучше буду таксовать. То есть, это не мое абсолютно. Ну, не люблю я учить людей, я не считаю, что я там умнее других. А это не об этом совершенно разговор-то. Это разговор о, как бы, идее ликбеза просто основного. Ну, то есть, никто же не говорит, что ты там достоин или недостоин преподавать. Вопрос, как бы, обмена опытом, ни больше, ни меньше. Я сажу по себе, если бы мне там в 2000-х годах начали, вот, там, мои менторы что-то хоть рассказывали, структурно, я бы сэкономил многие бессонные ночи, например. Ну, я так считаю. Касательно некоторых снобов, которые, вот, очень не любят все онлайн-школы и прочие все. Да, окей, у многих, там, на многих каналах, школах достаточно агрессивная реклама. Типа, звукорежиссер за неделю, встань, там, вот это вот все. Да, это то, что вот как раз наш коллега Илья все время, как бы, хейтит. Вот, это, в принципе, да, это не очень корректно. В целом, в целом, я вот думаю, что ничего в этом плохого нет в обмене опытом такого. И многим надо не так скептически относиться, потому что страна у нас большая, и обмен опытом никому не повредит. Да, конечно. Касательно Ютьюба, я не знаю, я просто, знаешь, мне удобно со школой Мюзик Хэдс той же, потому что через нее все делать, так как мы делаем, через один портал, грубо говоря, все там вертится, и мы можем что-то переиграть, поменять, когда у нас какой-то затык по шоу, по каким-то, или по миксам. Вот. Меня звали преподавать в вузы, там читать какие-то лекции, но я вообще не представляю, как совмещать. Дело даже не в оплате, там, ну, в чем-то. Не сочтите меня там каким-то. Вот. Если бы я был каким-то, я бы выбрал другую профессию, это точно, но вот нельзя переносить смены. То есть, если ты преподаешь где-то в вузе, ты должен приезжать к студентам. Ну да. Поэтому я вот со школы MusicHeads имею какой-то вариант маневра. Истанционная работа. Вот по поводу YouTube-канала я не представляю просто. Надо подумать. Может, ты меня вдохновишь. Просто мы также делаем, смотри, в рамках каждого курса MusicHeads прямые включения с ответами на вопрос. Да. Люди покупают курс, потом мы выходим и отвечаем. А просто в Инстаграме, у нас там в Инстаграме очень много подписчиков, мы делаем, вот недавно видео запилили. Нужно сказать, что запрещенная экстремистская организация. А, да. Инстаграм. Точно, скажи. Да, уже сказал. Да. Нет, тут смотри, если про YouTube-канал, тут нужно понимать, зачем это тебе нужно. Во-вторых, нужно подумать над тем, чтобы производство роликов было не сложным, не напряженным и не закрученным. Чтобы максимально просто можно было нажать, там типа включить камеру, нажать на кнопку, наговорить текст, типа чик, и выгрузил. Тогда это будет легко и непринужденно. И вот такого контента не хватает, мне так кажется, на YouTube. Тут видишь, еще вопрос, ответ вопросов, это одно, а вопрос, например, какого-то процесса студийного, это всегда авторские. То есть это палево, как бы говорится на сленге, то есть это высвечивать чужой продакшн без договора нельзя. Да. Без договорных отношений. Угу. Ну, я надеюсь, я тебя маленько подвигну хоть немножко, хотя бы подумать в эту степь. Смотри, значит, ты говорил про свою команду, я хотел тебя спросить про твою команду. У тебя сейчас, я так понимаю, есть пять человек, которые с тобой работают. Да. Если сейчас я ничего не путаю. Но ты начинал. Давай. Так, ну, у нас есть менеджер Эдгар, кроме меня. Есть, есть Карина, наша прекрасная девушка. Есть Владик, Миша. ты сразу скажи, что они сделают. Да, давай расскажу. У нас, смотри, Эдгар появился, по-моему, два года назад. Я уже рассказывал много раз, но вот кто-то может послушать еще раз у тебя в шоу, так сказать. Шоу. Где-то в тринадцатом году мы как-то все писали, там много музыки делали, там весь Blackstar тогда почти, вот R&B, это время хип-хоп, там L1 появился, начали работать с оркестровой музыкой. Мы общались там, инженеры 3-4, и решили делать продакшн-команду, чтобы взять себе композиторов, как-то подстраховывать друг друга, но все это накрылось медным тазом, потому что все были личности, все были крутые, то есть все разбегались по большим проектам, и все. А какой как бы толк? То есть толк команды, когда есть распределение, когда есть как бы какая-то иерархия в помощи друг другу. Тут уже сами выбирайте, кто-то может вести проекты от и до, кто-то может там раздыривать кому-то что-то, как говорят на сленге, подготавливать проекты, темплейты, потом человек приходит, доделывает. Может быть, просто команда из звукорежиссера, звукорежиссера, аранжировщика, битмейкера, там, это уже дело ваше. Но на тот момент все развалилось, и у нас менеджером была дама, и она только все портила все время. Это был лад, и мы даже купили iPad, купили, у меня задержка в ушах, пытаюсь взял и разговаривать. Купили iPad, и купили iPad, да. Я не злопамятный, нет, не меркантильный, ни разу. В общем, уже когда я начал работать один, я понял, что немного зашиваюсь, и мне нужен тупо помощник, потому что вот мы писали, например, альбом кавер-группы Arphasound, промо-диск, и там, ну, нарулил-то типа микрофон, а дальше писанина две недели, и там поп-синглы идут, а ты работаешь один, ты в цейтноте. Я ни за что не агитируюсь, знаешь, ни к чему. Это личное дело каждого. Это небольшая подстраховка, небольшой пассивный доход, это небольшая работа на случай болезни. Я исхожу из того, что мы все равно в поп-маркете были. Сейчас уже не так сильно, кстати, как были в поп-маркете, но у нас сейчас есть поп-шоу, есть кино, есть классическая музыка, есть работы над приложениями для айфона, для крупных заказчиков по звуку, по алгоритму. Прикольно. Есть куча интересной музыки, разной, от хайпер-попа до прочих, но прям так, чтобы к нам приходили поп-звезды. Кстати, наверное, сейчас этого нет нигде, потому что сейчас все в интернет переместились, именно фрешманы, и такого, чтобы кто-то ходил на студию записываться, типа, вот не лето, например, да. Я знаю, что Серега Купцов делает ему аранжировки, возможно, он его пишет, возможно, он пишется дома, там, например, у себя где-то, но, то есть, студия перестала быть обязательным атрибутом для поп-музыки, именно. Вот для такой поп-музыки. Поп-музыка бывает разная, дуа-липа, это одно, например, да, или, например, ты слушаешь тайгу, хип-хоп, это же поп-музыка, блин, это охрененно звучит. Ты сидишь на балкончике на океане где-то, включаешь тайгу, блин, и ты думаешь, вау, даже на колоночке или на ноутбуке, как это все мягко и круто, хотя это такой жесткий хип-хоп, но около трэповый. По поводу вот как, откуда взялся менеджер, мы с тобой говорили, и после девочки с айпэдом очень не хотелось, я думал, что я сам все буду рулить, но, блин, вы не представляете, сколько занимает, вы представляете, я думаю, да, уверен, сколько занимает вот организация записи, например, альбома или сведения на том же Мосфильме? Полтора месяца работы по записи или месяц, например, с живыми музыкантами, на это уходит неделя оргработы, перенос смен, перенос продления смен, организация дополнительных инструментов музыкальных, куча всякой хрени, расчетов, то есть, очень большая подготовительная работа, это на словах легко звучит, а по факту все это распихать еще и параллельно какие-то проекты, ты охренеешь один все это делать, то есть, реально, а если это делать все четко, с договорами, договорной работой, с бухгалтерией, грубо говоря, там, да, это вообще очень все сложно, постоянно все меняется, постоянно у артиста меняются сроки, все переигрывается, я там уехал, заболел, там, обдолбался, грубо говоря, и что-то еще, ну, не знаю, вырежешь, если что, да, и это большая рук работа, если еще сдаются отчеты, у нас сдаются отчеты на студию по аренде каждый месяц, все студии, которые мы арендуем, а мы арендуем много крупных студий, три, вот, и сдаем отчеты в конце месяца, но это наш подход, не обязательно так делать, если у вас своя студия, у вас еще будут коммунальные счета, пожарные проверки, и т.д., и т.п., и то есть подбивка финансов, кто там заплатил, кто не заплатил, это занимает огромное количество времени, ты должен, ну, в месяц, дня четыре этому посвящать, рабочих своих, когда ты можешь отдохнуть, но и в итоге вот работал и работал, и мой приятель, он бизнес-коуч, вот, как бы вы к ним ни относились, но, в общем, я с ним знаком, и он говорит, давай встречу с тебя, проконсультирую, я говорю, да, как бы, слушай, у меня деятельность, такая, говорю, ну, не подразумевает Гербалайф, знаешь, из серии, типа, я вот инженер, музыкой занимаюсь, и мне как бы все это, ну, как до луны, знаешь, а он говорит, да не, слушай, я многие проекты там сделал, и мы с ним посидели, он говорит, слушай, тебе нужен менеджер в начале, я такой, да не, я говорю, вот девочка с айпедом, она все только портила, я долго объяснял, там все, ничего не справилось, а в итоге я его послушал, и Эдгар был уже рядом, он посещал курсы Music Heads, он, в общем, около полугода мы с ним, тогда еще курили калья, но сейчас никто не курит, уже как-то отвалилось что-то одним днем, хотя давно этим увлекались, но, в общем, по вечерам после студии я ему передавал информацию жестко, как составлять эти все отчеты по студиям, базу данных сессионных музыкантов наших всех, когда кого звать, всех скрипачей, всех альтистов, виолончелистов, контрабасистов, барабанщиков, как отслушивать входящий поток на предмет, предложить там рояль записать на живое, например, это я все делаю, но он уже сам научился, то есть он говорит, Костян, слушай, пришла демка, но там вот, по-моему, вата с битом, вот, и мы начинаем переделать бит, и он очень сильно втянулся, он, во-первых, стал гораздо эффективнее с нашей командой работать, появился, у меня же был тогда помощник Миша, но не было менеджера, и он стал очень эффективно продавать Мишу, вот, то есть он очень сильно расширил его полномочия, потому что же, когда поп-поток, тебе важнее сдать песню в срок, и если ты лоялен команде, как артист, то есть ты согласишься, потому что, ну, тебе куда-то идти, фиг его знает, а сдать надо работу завтра, и никого не волнует, то есть качество уже уходит для артиста, там, желание поработать с конкретным человеком, но если человек навязчиво рекомендует, там, партнера своего, ну, он в 50% согласится, вот, и у нас он взял на себя все по отчетам, все по всяким сайтам, по презентации нашей команды, по отслушиванию демок, по финансам, и он в этом микросупер уже бизнесе, как бы сказать, очень эффективен, он занимается, он привлекает кино к нам, большие всякие проекты, и он распихивает менеджеров, ой, менеджеров, говорю, звукорежиссеров, по менеджерит их время, блин, это чертов дилей, вот, и я как на сцене кафе в Сочи стою, знаешь, дорогие гости, 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 смотри, ну получается, он у тебя же тоже звукорежиссер, то есть он хотя бы понимает специфику работы, ты говоришь, он из школы музык, х-х-х, это не человек с улицы. Он битмейкер был изначально. Да, он, слушай, когда я, Боча у нас есть гитарист, Александр Бочагов, Very Loud Trio проект, очень крутой музыкант, я у него очень многому учусь все время, и он говорит, это кто? Ну, то есть как бы в первые дни, я говорю, нормально все, человек в комбиках, разбирается, он такой, а, да, ништяк, типа, в Сирии, все классно, вот, то есть говорит на одном языке, да, ну, слушай, сложно идти на эту должность человека, который будет лоялен к тебе, как инженеру, это вообще, то есть швах, нужно как-то вот, какое-то проведение, знаешь, чтобы все сложилось, и вы как-то начали работать, должен быть интерес, у вас уже должны быть наработанные клиенты, потому что, ну, как бы, вряд ли будет человеку интересно качать все с нуля, как бы, то есть к этому нужно подойти, вот, у нас есть Миша, Михаил Сидоров, он сводит в основном только, хотя занимается любой работой, но он любит сводить, он пропагандирует сугубо американский подход, когда, не то чтобы темплейт, и, ну, то есть, когда мало контакта с заказчиком, грубо говоря, когда тебе дали, ты свел и отдал, да, то есть он супер быстрый в этом вопросе, то есть он гиперэффективный, вот, но мы иногда его качаем, просим сделать несколько версий трека, знаешь, потому что он вот, ну, вот такой, то есть он собирает быстро, как видит, и это работает, например, для многих как раз молодежных стилей, для там, где не надо сильно искать очень разного, много, а у нас такой музыки много, к сожалению, в России, вот, да и, наверное, не только, если вы приедете в Штаты, дай бог, и включите местные радиостанции, вы там не услышите то, что в Apple Music играет постоянно, там много местного, локального, там артистов категории C, и D, если можно так сказать, с точки зрения шоу-бизнеса, хотя это грубо звучит, вот, и обидно даже как-то, но, в общем, всяких, да, ребят с блока, с района, а, есть у нас Влад, который пришел к нам из Питера, такой, вот, весь воодушевленный, и сводил он рок, естественно, что же еще, шучу, в Питере до хрена электронного движения, кстати, но вот он сводил рок, говорил, не нравится мне ваша Байрфуд, и я хочу, типа, вот, наушник, как будто все делал, теперь он сидит, делает, все понял, очень творческий чувак, вот, он супер, как, ищет разные оттенки, вот, все время развивается, быстро очень растет, у нас есть Карина, она, у нас консерваторский звукорежиссер, она у нас из классики, и мы ее портим всячески, заставляем делать грязные миксы, делать большой низ в миксах и прочих, но у нее потрясающая проработка вот верхнего спектра в миксах, потрясающая аккуратность и детальность, но это, не хочу быть сексистом, но она реально круто и чисто собирает миксы, вот, то есть, знаешь, на определенном этапе нужен был помощник, который, ну, как бы, делает все, что ему скажут, вот, а потом, так получилось, как, знаешь, по заветам Джобса, то есть, когда нужна, круто, когда есть люди, которые что-то предлагают, интересное, творческое свое, и раньше я этого боялся, типа, потому что я боялся, что с этим не справлюсь, сейчас наоборот, то есть, странно, если человек будет просто исполнитель, все, что нужно, это просто лояльность по отношению друг к другу и более-менее синхронизированный темплейт, чтобы, если что-то пошло не так, ты сел доделать, переделать и не охренел, да, что там за неведанные темплейты, роутинги, поэтому мы так или иначе синхронизируемся и даже, естественно, коллективный брейнсторминг устраиваем по всяким штукам, то есть, тырим друг у друга идеи, вот, генерируем их, и ты предлагаешь что-то, например, чувакам или Карине, посмотри, типа, вот, классный прибор, я его там, мне понравился, а потом ты слышишь у них через полгода суперкрутой микс, думаешь, блин, а что это такое, а это то, что ты им сказал, но в другом немножечко, в другой трактовке, и ты думаешь, блин, а как же я его, а я вообще на него забил уже, забыл про него даже, это знаешь, такой форум или журнал Sound & Sound, но внутри твоей студии, то есть, внутри твоего рабочего процесса, это постоянный такой рост, ну, или художественная деградация, как бы, в нужной доле, потому что несколько голов лучше, чем одна, вот, я знаю много метров российских, и не только, которые никогда не будут там кого-то привлекать для творчества, для работы, но это их выбор, так более грустно и более, как бы, мне кажется, скучно работать для меня, вот, я ни в коем случае не прикладываю ответственность, слушайте, я, на самом деле, достаточно, как бы, как этот синдром самозванца не схватить, я достаточно много провожу на студии, и там где-то уже учусь у ребят, где-то там обмениваюсь опытом, но, в общем, работы мне хватает тоже очень много, я, кстати, всем хочу, у меня в машине, она, да, рекомендовать книжку прикольную, я тебе сейчас ее скину, давай, я могу ее вставить, я нашел ее у девушки, которая занимается IT, вот, а начал читать, она такая общепублицистичная чистая книга, и я охренел там все просто по клавиру про нас, про как раз вот для тех, кто пытается в общем что-то сделать, и она на зоне вот лежит за 500 рублей, если вот вы задумываетесь о каких-то вопросах помощников, всего прочего. Прямо сейчас у меня есть такая потребность, короче, я обмолвился по условам где-то, что типа, ну, наверное, было бы неплохо уже, наверное, искать помощника, потому что работы очень много, и нужна часть работы, хотя бы там подготовку, подготовку, общение с артистами, там тюнинг и стрейчинг всего, и резко в грув, ну, вот это можно отдать кому-нибудь, а самому уже работать, именно по сведению, потому что... Редакцию точно можно отдать. Это потому что невозможно, невозможно, просто уже, и, короче, я обмолвился прям по условам, и мне начали писать, чуваки мне пишут, которые я слушаю их работы, они сводят очень хорошо, ну, то есть, зачем им я нужен, я вообще не понимаю, это немножко сбивает, ну, в смысле, ты... Ну, короче, мне, пока что мне страшно доверить кому-нибудь еще, потому что нужно человека привлечь, обучить, всем объяснить, как это работает. Ну, это всегда страшно. Это вот как раз в этой книге очень хорошо описано, эта книга очень легкая, публицист... Как это, широкого профиля, да, то есть, она с шутками-прибаутками, и там прям черным по белому написано, про что ты говоришь, я поулыбался. Но я как бы медитировал на эту тему, сам сидел где-то там на отдыхе дома и думал, но все равно пришел к тому, что, смотри, тебе нужен хотя бы один помощник, начни с этого, и все. Вот, а там уже посмотришь, как пойдет. И опять же, вот вопрос выбора, понимаешь, на определенном этапе нужен был человек, который более, как бы, менее вмешивается, скажем так, более исполнительный, а потом уже хочется творческих людей. Ну, мы так рассуждаем, знаешь, как будто супер-бизнесмены, на самом деле, мы просто артель, артель таких художников, которые работают еще до сих пор как-то с музоном. Сейчас про это вообще говорить смешно, понимаешь, мы с тобой серьезные вещи обсуждаем про музыку, про медиапроизводство в наше неспокойное время, но, камон, как бы, чем богаты, тем мы рады, называется, да. Ну, да. То есть, переделайся, занимайся, делай классные миксы, просто у нас в принципе в России как бы к индивидуальному предпринимательству и художественной деятельности особое отношение, ты же знаешь. Да, конечно. Как бы совершенно свой подход у других людей, что это все несерьезно, что это все плохо, что ты вот единый завод, и в принципе что-то кому-то надо доказывать якобы. Хотя это странно. Ну, да. Музыка всегда всем нужна, это точно скажу, потому что даже в тяжелые времена она достаточно помогает, естественно, глупо это отрицать. Вот. Угу. Ну, опять мы загрустны. Да нет, на самом деле, ну, просто, видимо, мне нужно взять себя в руки и наконец-то начать не бояться, но страшно. Вот и все. Всегда страшно, но всегда страшно. оттягиваю. Да. Да. Начнись с редакцией. Ну да, наверное, вот я думаю об этом. Блин, просто, ну просто ты типа... Менеджмент самое сложное отдать. Именно вот это очень сложно. Потому что гигантское сопротивление со стороны клиентов, вот, со стороны... Это шарик от трекбола, друзья, он помогает мне успокаивать нервы. Вот. Он из магния, шучу. В общем, вот, попробуй начать с слидацией. Это мой тебе совет. Тогда такой у меня еще будет у тебя вопрос чисто по сведению. Часто такое бывает у меня, что, короче, когда ты понимаешь, что микс готов, можно остановиться и сдать его артисту. Когда ты думаешь, что типа все хватит. И если такое бывает, ну, я думаю, такое будет у всех, у меня такое бывает частенько, ты свел микс, даже, может быть, ты его не отдал артисту или ты отдал артисту. И ты слушаешь и понимаешь, что-то в нем не доделано. Ну, в смысле, как будто, то есть, как бы, вот он не звучит так же классно, как референс, или там не звучит так же классно, как вот у тебя он в голове должен звучать. Но при этом, что еще там крутить, накручивать, ты не понимаешь. Ты думаешь, ну, блин, я уже все компрессоры повесил, все эквалайзеры открыл, и что-то вот, а что-то вот вот этого не случается. Да, я знаю, о чем ты говоришь. Да. Очень хорошо. Это, знаешь, не соответствует еще как бы опыту твоего производимому продукту. Я вот прям представляю себя, когда ты убрал сатуратор, поставил сатуратор, обрал эквалайзер, поставил, ходишь там в машину, еще вроде все, остановился, устал. На самом деле, ну, через некоторое время, через несколько лет ты поймешь, в чем были ошибки, и это было все очевидно. Их, с опытом таких мувментов станет все меньше и меньше. Вот. То есть ты будешь больше красок использовать, например, или меньше, но более увереннее, но ты будешь как перочинным ножиком добиваться звука такого, какой хочешь. То есть не собака, не хвост собака, а собака хвостом будет вилять. Это щелкнет в один прекрасный момент, все будет отлично, но еще есть, знаешь, понятие контроля и комнаты. Честно. В нашей профессии это важно. И я, например, сидел на студии Quarta Music долго, там достаточно специфическая комната, в ней много плюсов было, но много и минусов, да простят меня создатели, я их люблю, но я очень долго боролся с акустикой там внутри. Я винил себя очень много, и у меня нихрена не получалось по миксам. Тут же, понимаешь, опыт и акустические условия, листинг экспириенс как бы. много сидел в хорошей комнате, ты будешь классно собирать в наушниках, например. Не сидел в хорошей комнате, ну ты, не факт, что соберешь в наушниках. Много сидишь в наушниках, отлично, ты тоже соберешь все круто, у тебя есть опыт звуковой, но сможешь ли ты создавать супер большой звук, я не знаю, наверное, сможешь в наушниках, если ты еще где-то слушаешь, там, ну, как бы я не сводил в наушниках, не знаю. Но к чему это все клоню? То, что ты вот описываешь, это недостаток акустики, может быть, во многом. Когда ты садишься на крутую, комфортную и полнодиапазонную систему, привыкаешь, комнат идеальных у нас нет, привыкаешь к комнате за год, учишься, ходишь в машину, вот смотришь, что меняется. В какой-то момент ты приходишь к дзену, когда ты понимаешь комнату, ты понимаешь акустику и начинаешь работать. И в этот момент ты начинаешь, перестаешь ходить в машину, ты перестаешь слушать в AirPods'ах. Ты просто делаешь миксы, отдаешь их, и всем все нравится и все круто. И тебе проверить микс нужно в машине. Когда, например, вот реально появляется какая-то супер мастеринг-плагина, ты вот ее ставишь и думаешь, блин, так или так. А вот, не знаю, устал я от материала. Тогда ты сходил в тачку послушал или в AirPods'ах. Но постоянно ты там где-то контролировать, ты перестаешь. Если ты в наушниках, ну, например, многие, я считаю, что просто на хорошем звуке быстрее ты будешь собирать гораздо. Но привыкать ты к нему будешь год. Вот, минимум. Ну, вот у меня год привыкания к комнате, к звуку. И касательно вот сказанного тобой, часто бывает и у меня. Вот я сводил сейчас концерт «Золото», уже почти его отдал. Три месяца мы там, ну, я не знаю, это не сильно инсайт, неспешно делали его. Я нарулил суперяркие пончевые барабаны с помощью там Эбби Роуд, плагин Вейвсовских, Нивов, Уадов. И недавно я услышал очень яркий микс ракешный у Владика в команде и говорю, что ты использовал на барабанах? Мне такой звук не нужен был. Мы делали суперяркий проект, он не мячится, не сочетается с концертом. Я говорю, да я попробую тоже такой же звук сделать. А взял у него, посмотрел, у него стоял просто элементарно API 2500 2500 то есть 2500 API и я его поставил и охренел. Я думал, погоди, я же собирал суперяркий звук. Ты же помнишь, да ты был? Да, да, да. Он был яркий, но потом что-то артист перебалансировал. Я перебалансировал по его фиксам. Или что-то произошло, уши замылились. Ну, короче, они по сравнению они нифига не яркие после трех месяцев работы. И когда я поменял компрессор, вообще они стали супер пробивными, крутыми эти барабаны. И я такой в сомнении, блин, что делать? Я скинул несколько кусочков и пошел в машину слушать. Вот. Там сразу все, о, так вот же, конечно, как бы вопросов нет. То есть нужен какой-то шит-контроль. А у ротоны, авантоны, они стоят, уже не помогают. Другой характер звука. Ты уже, ну, этот концерт на них три месяца делал, они тебе уже тоже не помогут. Комната-то та же. Ты пошел в машину, сделал. Или в аирподсах, вышел из комнаты на улицу, сразу все понятно. Вот. То есть это либо замыленность от акустики, неуверенность от нее. Когда ты вот чувствуешь почти, но что-то не то, это значит комната-колонки. Либо, либо именно незнание, как сделать. То есть когда очень хочется, но вот не хватает. Так вот же, чик-чик-чик, ноу-хау не хватает. Знаешь, знать, как это делается. А это нужно делать, 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 И потом красок накопится и вариантов их использования столько, что вы будете как сыр в масле. А, там, ну и ДМ свести, да, вверх, конечно, так, так, так. Но это не значит, что вы будете супербыстрым, суперсмелым, просто вы будете гораздо быстрее и эффективнее делать свою работу. То есть заворачивать звук в то русло, которое нужно. Вот. Ну да, и с приятием решений. Да. Я понимаю, о чем ты говоришь, а как вот, как хилдаптиться, ну, то есть, как расти, как вот можно скорее преодолевать вот это все? То есть можно, конечно, самому... Слушай, путем факапов. Нет, путем факапов, конечно, путем, как бы, критики, путем... Путем факапов очень больно. Да, знаю, да, но как. Он говорит, Соня, а что это, а что какой, вот я там вот дал послушать, там что-то мыльно, ватно, и неприкольно, а вот нужно, чтобы было мощно и читаемо. Слушай, ну тут как бы путем накопления красок своих, то есть у тебя есть некий темплейт в голове, у меня, например, два их, для живой музыки, для мертвой музыки, и там вот те краски, то есть с помощью которых я добиваюсь любых оттенков звучания, они копятся годами. То есть ты пробуешь разные эксайтеры, там психоакустику, год за годом ты растишь свои вот сталактиты, вот эти вот деревья, понимаешь, действий, алгоритмов. Если то, то то, если так, то так. И у тебя на это свои есть краски, свои тулсы, и ты год от года начинаешь использовать их смелее, добавляешь какие-то, причем добавление новых красок уже легче. То есть появился там дромер, например, или какой-нибудь сус, или там фрешейр, окей, ты понимаешь, а, ну он мне заменит вот это и это, а может и все сразу. И ты такой, окей, я буду пользоваться либо это, либо это. Быстро чекнул, вот так, все оставил. Раньше ты не был, ну я не был такой смелый, там, больше трепетно относился к чейну, там, например, к обработкам. Сейчас все быстро и пластично, и эффективнее получается. Это все просто опыт, и все-таки это идет рука об руку, это все-таки музон с акустическими условиями, с комнатой, честно. Потому что в разных комнатах на разном звуке вы используете немного разные подходы и краски. Все-таки нельзя это отрицать. Нельзя нивелировать наш основной инструмент, это акустику. Ну нельзя, ребят, честно. Вот супер прогрессивными вы можете быть, работать на Waves, как он там, NX, там, на Real Fones, на чем прочим, но акустика, контроль, она дает ваш звук, она дает очень многое вам. Я не говорю, что нельзя сделать там дома, в машине свести, понимаешь, нельзя сделать крутой Atmos Mix в бинауральных наушниках, можно. Вопрос, умеете ли вы это делать, умеете, респект, вы можете работать где угодно, круто, я вот не умею, например. И сколько вы на это потратите времени? Если вы там авторский проект, да вообще пофиг, хоть год сводите его в наушниках, классно будет. А если вам нужно отдать шоу к завтрашнему дню, и у вас есть картинка, и вам нужно сделать панчо во все круто, например. Окей, в наушниках вы сделаете, но вопрос как и будете ли вы конкурентны? Ведь у каждого есть наушники сейчас и знания, и вы слушаете, сравниваете, и надо же, чтобы клиент заплатил денег артист и услышал вау, и чтобы он вообще ни хрена не понял, как это сделано, чтобы он слышал микс, думал, блин, пацаны, как это все круто, или Карина, например, как это все вообще непонятно, но вау, круто, то есть вот такой эффект супер, это не говорю о стене звука, говорю просто о раскрытии произведения, так или иначе, вот, если вы в наушниках умеете это делать, круто, я, например, нет. Ты вот говоришь про наушники, я очень много в них сидел, в наушниках работал, и у меня вообще получалось довольно скверно и очень среднее, и пока я себе не купил нормальный контроль, пока я здесь не сделал акустику нормальную, пока не поставил, у меня были очень скромные результаты, но в любом случае у меня контроль не идеальный, у него есть свои проблемки, он у всех, у нас, ну да, да, и комната у меня маленькая, она может быть акустически неплохо оформлена, но она маленькая очень, и поэтому это тоже накладывает, и вот есть ощущение, что действительно в маленькой комнате большого звука не получается, вот я слушаю, ну в смысле у меня вот есть наушники, в которых я обычно слушаю музыку, и ты пытаешься собрать огромный микс, чтобы он был классный, чтобы барабаны были гигантские, чтобы он такой прям, ну прям вот стадионная рок-песня, вот, вуаля, а она не получается у меня, я думаю, повесил, я же взял там 480-й, я же его повесил, я же сделал вот это, я же как бы, ну как бы, я там открыл ему верх, чтобы он был такой весь это, но, что-то вот оно, что-то вот оно, понимаешь? Слушай, ну в хороших комнатах NS-ки звучат как дальний контроль, ты садишься за них, думаешь, мать моя, вообще как это все валит, то есть, ты даже забываешь, что это NS-ки перед тобой, в маленькой комнате звучат как в середине стыкал, извини, вот, те. То есть, ты включаешь NS-ки в одной комнате и на них работаешь, как будто это стадион, реально, и такой получается звук, о котором ты говоришь, а лучший вариант, ну, например, моя любовь, там, ауспургеры, рупоры, ты берешь просто, вот, в крутой студии, у нас там есть W Music, и есть еще Air Sound, студия, по-моему, называется она, на шоссе энтузиастов, там поставили ауспургеры, я там не сводил, но я уверен, что будет круто, на продюсерский диван сесть, там, с айпедом или как-то порулить, короче, ты просто делаешь балансы на них, включаешь наушники или идешь в машину, это пипец, то есть, да, устаешь, да, громкий звук, да, ты там, извини, обгадишься жидко, если ты не имел опыта работы на большой системе, да, ты будешь несмелый, вот, но когда ты просто там соберешь балансы, поставишь параллельных компрессоров в пару, это, вау, все, что тебе нужно сделать, это на детальных маленьких колонках, потом все это подсобрать вперед верхом, потому что верх на рупорной системе сделать сложно, там, в основном, мощь, пробивняк, середина, и ты какой-то ВСТ исходники собрал, как гигантские стадионные темы, вопрос, естественно, что она звучит слишком жирно и так вот, ну, полноценно, то есть, надо ее мастернуть на чем-нибудь, близком, в такой, вот такая связка для меня идеальная, я когда-нибудь построю такую студию с какими-нибудь PMC ближними и дальними, мощными именно, вот, дальние, слишком детальные, я, например, такой подход не очень понимаю, это супер детальные наушники, гигантские, в стене, я чуть-чуть уши от транзиентов прижимать начинаю, вот, например, на Мосфильме, эти сишки большие стоят, для меня это не очень понятно, то есть, я буду не смелый на них, миксы будут обычные, мне хочется что-то смело, большое, так вот, и, естественно, результат охренительный, я вот помню, даже, может, не знаю, твои зрители, какую музыку предпочитают, помните, там, у того же Тимати, я сводил Ладу Седан Баклажан или там Тату, Тату на эту и на ту набью там себе, блин, это сведено все за три часа на рупорах, а звук огромный, то есть, просто он большой, он даже, но там еще стилистический тупняк такой есть, как бы, вот. Ну, это не может звучать стерильно, это должно звучать смело и так, на тот момент это работало, да, но это рупоры вот большие и сведено быстро, да, окей, и ДМ на них вряд ли вы яркие сведете быстро, а стилистически это не совпадение, это Адамы нужны, например, да, или те же NS-ки, а вот что-то ракешное большое или хип-хоп большое супер, вот. Слушай, ты сказал про свою студию, давай тогда, это будет последним вопросиком у меня, я знаю, что каждый звукорежиссер мечтает о своей большой, классной студии, ты сейчас арендуешь, и, насколько я знаю, ты платишь существенные деньги за аренду, но строить свою студию ты планируешь, как ты ее видишь, какую ты хочешь, и может быть у тебя есть какие-то рекомендации по поводу размеров, по поводу объемов, по поводу высоты потолков, по поводу того, как вообще вот ее бы сделать, вот какую бы ты хотел и в целом мог бы рекомендовать людям, которые думают, потому что на меня смотрят большое количество музыкантов, звукорежиссеров, продюсеров, они думают, блин, вот, ну, чтобы это был не подвал без окон, а чтобы это было хоть что-то чуть-чуть лучше, вот, какой, может быть, там, минимальный и вот твой оптимальный. Слушай, ну, у нас самая большая проблема, как ни странно, знаешь, с чего бы я начал? Во-первых, для бэдрум-продюсеров, которые сводят, опасайтесь, рефракция экрана от колонок. Вот у меня ситуация, я разверну тебе, покажу, да, вам? Да, давай. Вот, смотри, у меня бэйрфуты стоят, я не могу экран, я не могу их ближе к экрану поставить, они звучат стрёмно в этой комнате, то есть они чуть-чуть перед экраном, поэтому у меня экран, видишь, очень маленький, вот, а в идеале его бы положить, потому что, если я вот так вот встану, ну, просто привстану, звук получался другой, я купил огромный, видно, да, меня сейчас постараюсь вернуть назад, я купил огромный изогнутый экран и его отдал, потому что он делал рефракцию, то есть ты его убираешь, встаешь, и звук совсем другой, это очень сильно влияет на звук, вот, идеально, когда у вас мониторы впереди экрана стоят, но тогда вам нужно либо бинокль, либо наклонный стол, когда экран внизу, это крутая идея, но я не работал, не знаю, как для шеи это, вот, ну и колонки большие, среднего плана, вы не поставите у шеи, это странно, но будет по стереопанораме, по всему, поэтому, знаете, опасайтесь, вот этой, как это называется, дифракции, рефракции от экрана, сильно влияет, стол, обычный офисный стол, он очень сильно сифонит, вот, его нужно вот, он такой матовый, знаете, я не строитель, не шарю в этом, но вот есть лак, как алифа, который восковой, вот такие столы меньше, такие матовые, матовым покрытием покрыты, они меньше сифонят, но профессиональный стол сейчас все клонируют, на Яндексе можно купить студийный, вот, обычный, я знаю, что еще отверстия в нем сверлят, кстати, нет? Икея не запрещена, я думаю, а сама она себя запретила, да, ну вот, вот икеевские столы не подходят, как правило, офисные, они звенят, извините, я тебя перебил, да, я говорю, сейчас очень много столешниц продаются отверстиями, прям с сверленными отверстиями, чтобы звук шел сквозь, это классно, Илюха говорил, Лукашев, что проблемы у EF Records были, извините, ребят, я просто видел критический отзыв на эти столешницы от него, я не помню, что там было, помнишь, вот, есть классные клоны, Stirling Modular, я видел на Яндексе, продаются столов на Авито, да, вот, и второе, самое проблемное для студии, это вот это расстояние полпотолок, то есть оно самое маленькое всегда, обычно, по пропорциям, соответственно, вам нужно, вот эта, вот эта хрень, вот здесь, смотрите, все искажения по акустике, возникают важны вокруг вас, то, что творится у вас в углах, мне тут один акустик открыл, взгляд на это, зачем глушить углы и прочее, когда там не должно волновать вас, что происходит, должно волновать, что происходит вот здесь, то есть, в идеале, он сказал, вот, закрывай свое рабочее место панелями, это панели с большой резиной, которая колеблется внутри, как ревербератор плейт, оно именно на 60 герц у нас стоит, на 90 и на 120 убирает стоячки, он сказал, не подскажешь, что говоришь? Какой, говорю, они глубины, не подскажешь, в толщину? сантиметров 40, 30, наверное, то есть вот большущие, там вот такая резина, двухсантиметровая стоит, чем ближе, он сказал, к себе, ты их подвинешь, тем будет эффективнее твой вот этот лифт, то есть, а я говорю, хорошо, оглушить углы, он говорит, а зачем? То есть, ты там не сидишь, по сути, но в идеале, и даже если там есть стоячки, тебе нужно стоячки убирать здесь, вот в точке, в суицпоте, да, ну, грубо говоря, я не знаю, прав ли он или нет, я ему доверяю, и вот он мне никак не принесет самую главную панель, которая уберет, про что я начал-то, самое противное расстояние полпотолок, он мне делает уже год, и вот это вот, хорошо, вот этот вот свинг туда-сюда здесь, он дает как раз вот эти вот 120 Гц, пики дипа 90, вот нижнюю середину спейер-эффекта, но вот здесь вместе со столом, я не особо акустик, вот именно студийный, то есть вам нужно, кроме монитора, как я сказал, из стола, предусмотреть вот эту вот штуку на потолке, панель, которая рефлектор, да, получается, вот он, это очень сильно изменяет звук всегда, да, вот у меня была рома, висит, такая же история, вот у меня сейчас он, висит клауд этот вот огромный, он огромный, толстый, тяжелый, и я его повесил, и звук изменился кардинально, даже в моей маленькой, вот эта вот штука, очень сильно влияет на потолок, где вы сидите, потому что это самое маленькое измерение в комнате, ну, по поводу поролоновых стен я не говорю, по поводу глушить углы, я, видите, уже не уверен, благодаря вот акустику, но вот я от себя это слышу, если честно, впервые, я вот раньше не слышал, чем ближе к тебе стоят конструкции, тем эффективнее еще будет, это логично, если у тебя комната маленькая, у тебя нет выбора, вот, по сути, правда, то есть можно поставить ближе к себе, и ходить в клуб, слушать низ, знаешь, стоячку, вот, опять же, если у тебя комната маленькая, все, что происходит в углах, будет лезть вперед, в тебе свитспот, потому что все очень рядом, у нас средняя комната, поэтому он так сказал, по поводу акустики, то есть важно найти вам классно бы, и гораздо интереснее будет работать, если будет потолок повыше, в Москве с этим всегда проблема, но, кстати, еще знаете, какая есть штука, многим людям некомфортно работать в больших комнатах, которые привыкли к низким потолкам, им там классно, но это проходит, вот, когда миксы начнут больше получаться, большими, это проходит, тем более вам нужно будет место повесить, этот рефлектор на потолке, и в принципе, то есть потолок, я говорю, пол самое плохое, самый плохой, как это называется-то, габарит, и нужно повыше искать потолки, а еще очень важный чертовский, естественно, я не скажу ничего нового, это спина, то есть стул и свет, и свежий воздух, потому что, честно, если у вас бетон, у вас бетонное помещение, где зимой пипец как топят, и нету притока, вы там охренеете работать, честно, у вас мозги не будут работать, вам нужно обязательно делать приток, минимально каким-то способом, с улицы, с подогревом, без, у вас должен быть свежий воздух, обязательно, кондиционирование, потому что вы проводите очень много времени в работе, и вы будете находиться в лимбе постоянно, то есть если у вас нечем дышать, вот, у вас не будет свежих идей, там не будет смелости для работы, если у вас нету свежего воздуха, а остальное уже все опционально, насколько бюджет, то есть опасайтесь мониторов больших, опасайтесь низких потолков, опасайтесь затыклых помещений без кондиционирования, и стул-стол, вот. А по поводу тебя, твоей идеальной студии, планируешь, не планируешь? Да, слушай, сложно, моя идеальная студия все равно где-то у моря находится, но вот мне позвонил менеджер Тимоти, опять Надежда наша, говорит, вот Тим будет делать студию, в сотый раз уже он говорит об этом, мы за 20 лет работы, но это инсайдерская информация, она там будет к одному проекту прикреплена, и я говорю, слушай, а можно, говорю, на море где-нибудь? Она мне говорит, ты что, хочешь в Геленджике жить? Реально? Ну, например, я говорю, слушай, ну я не пробовал, наверное, она говорит, да ты гонишь, нет, нет, я прошу прощения перед всеми жителями Геленджика, но просто там ребята очень центровые, то есть они уважают центр Москвы, вот, это их кредо, но не мое, прошу заметить. То есть ты бы работал где-нибудь, чтобы у тебя был вид на море и на горы одновременно? Сто процентов, но, понимаешь, это все иллюзия, потому что ты здесь за день, сидя с клиентом рядом, получаешь гигантское количество опыта, как от этого отказаться, я не знаю, я говорю, вот приходят артисты, опять же, это не мешает артистам уходить от нас к более подходящим им продюсерам, которые работают онлайн, например, ну, или живут где-то далеко, и они к ним ездят, где стационарно работают, я говорю только про себя, и про свои там страхи и соображения, понимаешь, это не истина, то есть, если ты успешный, крутой продюсер, у меня есть примеры ребят, которые до сих пор работают на Америку, например, на Европу, как гострайтеры, продюсеры, они делают 5-4 гост музыкальных номеров, не скажем, это там суперпесни, некоторые задачи стоят по авторингу музыки, так называемой, они до сих пор пишут, они уехали там в Турцию или еще куда, потому что у них нет возможности принимать оплату временно, а они работают типа 20 лет с этими агрегаторами, и им, ну, как бы, менять свой образ жизни сейчас никто не готов, пока это еще можно сделать, и, ну, да, то есть, вот они работают дистанционно, прекрасно, раз в год ездят туда в гости, да, к своим партнерам, все, то есть, нужно найти свой рынок, мой рынок, видимо, оказание услуг здесь и вариться здесь, понимаешь, и получать опыт здесь, быть таким универсальным чуваком, к сожалению, мне это, видимо, ну, нравится, для меня это, я не уверен, что быть супермультижанровым, это круто, я не хочу там быть, знаешь, специалистом во всех стиле, но получается, что я действую именно так, вот, то есть, думаем мы одно, а получается, у нас другое, вот, и как бы, окей, пока тут, вот, идеально студия в Москве, получается, светит, а, я столько видел студий, которые были в Москве не идеальными, и закрывались, и это все геморройно, и недвижимость, и все прочее, и парковки, и другие сложности, что у меня, как бы, особо, знаешь, ажиотажа вокруг этого нет, я скорее, может, даже попробую поработать на новых технологиях дома, там, на даче, или где-то еще, я никогда этого не делал, у меня есть такая внутренняя тема, купим 3-4 мощных ноутбука всем сотрудникам, New End, с Dolby Atmos Renderer, будем ездить на студии, оставшиеся записывать, и сводить по домам, но это иллюзия, опять же, комнаты, аналог даже, и хороший контроль нужны, это мои вот эмоции. Не, ну, стой, если ты вдруг, если вдруг у тебя огромный, дачный дом, мансарда гигантская, то там можно все... А водить людей, понимаешь, хорошо, а как водить коллег, а как водить ассистентов туда? Здесь никак, сейчас вам не поводишь. Отдельный вход делать, да, окей, ну, ты представляешь, участок земли в Москве по доступной цене, это минимум 100 километров для нашего брата, ну, то есть, есть у нас обеспеченные продюсеры, ты про них даже слышал, наверное, но это не мы, мы как бы, ну, то есть, достаточно скромны, вот в средствах, поэтому нам светит минимум километров 100-150 от Москвы, а это никто не будет ездить. Никто не будет ездить, да, я согласен. Вот, и были такие студии, Стас Рекордс, например, расположены в доме огромном, ты всегда зависишь от хозяина этого дома, от его прихоти, там, например, то есть, ну, люди разные бывают, и все это пока, не знаю, будем действовать по ситуации, пока есть возможность арендовать хорошие студии, я арендую, хотя мне говорят, да, за те деньги, как бы, ты можешь сделать там что-то другое. Вот, вот, как раз Эндр пришел, вот, а я не считаю, что я могу сделать что-то другое, я могу снять на арт-плее лофт, например, сделать там ремонт, ну, да, посадить всех, да, ну, а микрофоны, ну, а, как бы, рояль, как бы, здесь 4-5 студий параллельно в комплексе, мы берем их на кемпы, мы берем их на школу у нас сидит здесь битмейкер рядом, у него рабочее место, у нас микрофонный парк, Владимир Овчинникова, три стеллажа микрофонов, понимаешь, разных, это все купить, содержать, охранять, как бы, тоже такие вложения, но не для российских реалий, обычных людей, которые зарабатывают именно с музыки, не с нефти. Не, ну, слушай, на арт-плее же тоже есть студии, которые можно арендовать именно для записи, а себе такую сводильню сделать, то есть там же есть мейджер? Можно, можно, можно. Вот именно о сводильне мы и говорили в последнее время, то есть сделать именно комнату для миксинга можно, и в принципе, что купить компьютер за, даже за 500 тысяч рублей, супер навороченный, чтобы его хватило там на 10 лет, можно, как бы, конечно, можно, может мы и созреем до этого, просто здесь другой аспект, смотри, у нас комплексы с 8 студий, мы сидим рядом, то есть мы, пока Владик здесь пишет, мы здесь сводим, например, и, например, через реку на студии Синелаб, а через 2 километра, через 3 километра на студии Винтаж, которая клон на этой студии по записи, и вот сейчас сделали новое метро, через там 30-40 минут ты на Мосфильме, на метро, вот, то есть это нужно разделять команду и делать именно сводильную отдельную, мы ходили, смотрели все время, и пока сидим здесь и начали арендовать студию на Мосфильме Студио 2, но ее вдруг заняли на месяц, и мы опять сидимся здесь, ютимся, и может быть ты вот этим меня сподвигнешь скорее, то есть именно миксрум свой сделать, в принципе, сейчас мониторинг у нас есть, комп купить, ну, хак, сейчас нет смысла покупать хорошую виндовую машину, супермощную, и все как бы, да, и пусть она себе пашет, ну, я не знаю, насколько тебе нужна консоль, будет купить настоящую живую, для сведения музыки, вот, да, она лежит, SSL 6000, не починен, где он? Красоты невероятный, да, вот, под шезлонг, вот, им надо заняться больше 6000, слушай, мне живая консоль не нужна, я гибридный чувак, то есть, например, в живых записях я бы аналоговому пульту предпочел бы крутую цифровую консоль с роутингом, где ты нажимаешь кнопку, у тебя внешний ревер или по оптике, по моде или по данте уходит все в ревера плагины возвратом, и ты или встроенные ревера пульта, но это неудобно, потому что разные будут на плейбеке, на записи, то есть, ты можешь же вернуть сигнал, там задержки 2 миллисекунды небольшие, и по нажатию кнопки у тебя весь роутинг на запись оркестра, всего прочего готов, и самое прикольное в цифровых консолях это лейерсы, то есть, ты Aux 1 назначаешь Room, Aux 3 назначаешь баланс артисту в ушке, Aux 4 Hall, и когда ты нажимаешь эти кнопки, у тебя основные фейдеры вместо уровней показывают посылы на Room со всех каналов, посылы на Hall, то есть, нажатием одной кнопки, например, Aux 4 Hall, у тебя картина холла со всего, ну, на записи, это пипец, как удобно, то есть, это есть в Reaper, когда он показывает обратно, вот куда, ревераж, шлются, ну, это сделано боком, криво и по-виндовому, да, как бы, некрасиво, а на цифровой консоли суперудобно делать картину всех Room или всех Hall со всех каналов, ты видишь просто посылы, ну, цифровой пульт же, он так не звучит, как настоящая сусилька, а его не надо, нет, а его надо гибридно зацеплять, нужен рек Нива, рек ламповых, там, Simple Wave, например, Петяных, наших русских, теперь он переехал из Риги, вот, краски. Как тебе его предусилитель? Мне понравился, но он говорит, что он суперчистый и не красит, по мне он суперэксайтерный ламповый звук, такой, что ты, вот такой в этой лампе находишься, просто как будто она тебя сожрала, он говорит, нет, этого не может быть, он суперчистый, это у тебя остальные прикрытые, я говорю, ну, слушай, я разные преампы слушаю, может, и прикрытые, но твой суперяркий открытый, то есть ты не знаешь, что на миксе делать с ним, но надо его переварить я вот все пытаюсь у доктора Хэда его вымутить, все никак не получается. Да возьмем Петя, он даст, он приедет, я скажу. Я ему писал, он говорит, типа, бери у доктора Хэда, я говорю, окей, потому что он все продал, наверное, не стыкнуться пока что. У него, скорее всего, он же производство переносит, из Риги в Москву перенес, и у него, скорее всего, на руках его и нет. Да. Вот потому что я знаю, Антоха Беляев купил несколько, Антона. Да? О, клево. У меня от него есть D-Box, где-то он тут лежит, вот он лежит. D-Box у всех от него есть, да. Как бы классный, классный D-Box, очень хороший, не знаю. Да. Я успел у него в Риге побывать этой зимой на производстве, вот как раз и в его студии, перед тем, как он уехал оттуда в его Мекке, вот, в логове, ну, прикольно. Круто. Своеобразно там, да. Да. В общем, по сути, я за гибридную студию, точно, за гибридный, цифровой пульт на записи супер, ничего не шуршит, не отваливается, все под руками, ты мышкой там не дашь никому перегрузку вдруг случайно. УАДовская консоль, может быть, с тачскрином прикольно работать, если ты на УАДе. Очень круто. То есть вопрос кьюшек назначенных, если у тебя все в стене на студии, приходит по кругу так же, тебе остается только микрофона XLR-ами воткнуть, и у тебя сразу все уже в доу, на тех же каналах. Вот, потому что аналоговый пульт это такой гемор, это постоянно чистить его, постоянно все отваливается, постоянно шуршит во время записи, артисты уже матерятся, понимаешь, ты думаешь, а зачем все это? Звук отдает, ну, предусилитель, хорошо, но роутинг-то мне его, зачем? призм дает звук. Суматор, там же. На миксе, нет, я про запись сейчас, именно про студийные будни. Суматор ты можешь купить любой, ты можешь купить хоть лонга, Суматор, можешь купить SSL, NIF, можешь купить этот, Chandler Limited, например, и использовать Суматор как краски разные. То есть для фанка ты даешь туда, для EDM ты даешь в SSL, например. Для меня Суматор это роутинг. То есть, смотри, Суматор, чтобы звучал хорошо, он может быть там на трансформаторах, на чем угодно, но круто, когда ты по аналогу его чуть подсираешь. То есть тебе нужно эквалайзерами, которые сами по себе начнут перегружаться, но всем этим упирать, то есть у тебя в цифре не хватит диапазона для этого, этих ДБУшек, то есть тебе нужен именно аналоговый, гибридный микс, путь, чтобы ты вот, чтобы у тебя Суматор был частью звука, который ты жаришь, ну, то есть все это жило. Если ты разберешься, это на кубике гибридное, эффекта такого не будет, то есть мне больше Суматор, например, нужен для роутинга в гибридном мире. Ну, то есть вот у меня стоит Суматор самодельный, для того, чтобы я мог, например, Black Box на вокалы сделать, Curve Bender на музыку, а соединить это потом все надо как-то, понимаешь? Вот, то есть, ну, именно для роутинга Purpose, так говорится, для роутинга, ну, у тебя же прям, у тебя же там не поканальный Суматор, у тебя же это скорее консоль. три стереоканала приходит, три стереоканала суммирает, то есть, вот он, я назначаю либо прибор на вход Суматора, либо на микс шину, то есть, он чисто роутинг, но, кстати, все пацаны и Карина сказали, что звук поменялся в лучшую сторону, там стоят у меня API дискретные силки, и звук стал более Sparkle, такой более открытый, хотя по спектру все чисто, до 115 дБ там тишина, хороший, спаяли прибор, вот, но он, типа, я вижу какую-то улыбку в звуке, в улыбку звуки, и у меня от него какая-то радость, то есть, видимо, они что-то там красят все-таки, но нейтрально, но все сказали, слушай, стало поприкольнее, то есть, как-то вот, ну, вот эти Sparkle Slabs, они так и называются Spark, как искорка, да, дискретные предусилители, вы их можете заказать, они же стоят недорого с этого самозона СБ. Они стоят очень дорого, нет, они по сравнению с операционными усилителями Muse, там, аудиофилистскими, или какими-нибудь Texas'ами, которые стоят там по несколько долларов, вот эти Spark, с дискретой обошлись мне по старому курсу, по-моему, четыре штуки в 16 тысяч рублей, то есть, они дорогие достаточно. Ну, как дорогие, для мастеринговой консоли 16 тысяч рублей, это ничто. именно сами чипы эти, согласен. Но по сравнению с другими чипами, они же совместимы, то есть, их можно достать и вставить туда Burr Brown какой-нибудь, вот, и будет другой звук, их уже можно перетыкать, или API оригинальный, более шумный, более грязный, например. Ну, просто все миксы будут одинаково звучать потом, это может и хорошо, и плохо быть. Вот, но, по сути, вот, сумматор мне нужен больше для роутинга. А, знаешь, про что ты говоришь, про какой-то окрас, это сайдкар, так называемый, вот у тебя на студии стоит сбоку какой-нибудь монстр. И ты там, когда к тебе пришел проект соответствующий, ты туда нырнул, но в основной пене дней эта вся хрень, она пылится, и не мешает тебе делать записи, и ничего не отваливается. Вот, это было бы грамотно. Ну, у тебя такая же история, что когда к тебе приходит, ну, когда ты работаешь на потоке, то железки в основном в своей массе вырастаивают, а когда приходит классная музыка... Не-не-не, в мастеринговом все работают постоянно. Ну, мастеринговые. Да, ну, аналоговый тракт, он часто используется для того, чтобы клипануть конвертер. То есть просто мы выходим, чуть в красное про тул сделаем, и он супер звучит. Ну, у тебя классный конвертер, у тебя конвертер очень хороший. Эви Тонни очень крутой. У меня антилопа не очень хорошо звучит в клипинг. Да. А, в клипинг. Ну, это тоже не очень хорошо звучало по сравнению с... ну, с Голдом Леври, да, например, но мы просто поняли, как его использовать. А я еще не договорил. Кстати, вот, про что мы говорили? Конвертеры, да, и конвертеры на студии важнее консоли. Я, ты знаешь, все больше люблю призмы. Они стоят безумных денег. Безумных денег, да. Вот на пульте SSL, он же inline пульт, то есть у него сверху фейдер и снизу. Одни приходят в записи, другие приходят с протуза. Если ты нажимаешь кнопку группдин, у тебя как бы звук идет либо сразу с микрофонов на нижний фейдер в звук. Если ты отжимаешь кнопку группдин, то он пойдет через мониторинг протуза. Назад вернется. То есть ты нажатием одной кнопки слушаешь прямой аналоговый звук и звук через конвертеры. Вот призм вообще нихрена не меняет. Это так круто. Даже вот я люблю еще дедмены, мерджинги, вот эти пирамикс для классики. У них какой-то все равно, они все сэмплируют 5 мегагерц, по-моему, потом из, как DSD, потом из этого уже дробят. Это другой подход совершенно, другой звук. Он супер воздушный, но, по-моему, в них что-то общее есть звучание. Не кидайте камень в меня, но он вот узнаваемо прозрачный. Призмы, они такие вроде по приземлению, но ты нажимаешь эту кнопку и нихрена не меняется. То есть вообще ни на миксе, ни на записи, ни на йоту, понимаешь? И ты думаешь, погоди, да, закрываешь мониторинг, нет сигнала, открываешь, вообще ничего не меняется. И ты думаешь, блин, круто. Вот вообще никакой деградации есть. Они стоят безумно дорого. Они глючат еще, у них шофт иногда подводит. У нас сейчас, когда мы на Матвенко делаем 88 или 96, во второй восьмерке отваливаются каналы. Какой-то цифровой глюк в этих призмах, и специалисты смотрят и не могут ничего сделать. Непонятно почему. Может быть, HD-карта, это портузовый геморрой. Это все, что тут, ну, более, менее ширпотребные продукты, и шансов починить их меньше, нежели сломанный Apollo там, или Midas Ranger. Да, да. И вот мы маемся, но звучит суперкруто, очень. Прикольно. Слушай, это больше, чем пульт, влияет, конечно же. Да? Ну, в целом, да, конверсия очень крута на записи. То есть, цифровой пульт, крутые конвертеры, и набор хороших преампов на записи, и он прям даст все, что нужно, гибко, классно и суперски. Вот. Спасибо тебе большое. На этом, я думаю, можем остановиться. Да, пока, ребят. Пока. Мне кажется, получилась обстоятельная и классная беседа. Пишите свои замечания или вопросы в комментарии. Может быть, мы еще с Костей болтаем, и я их задам. Напомню, что у меня есть несколько часовых роликов, где я показываю устройство моего сведения на Boosty. Можете поддержать меня финансово и посмотреть занудные ролики про сведос. А за уровень микрофончик можно получить звукорежиссерский разбор от меня, вашего микса. При помощи этих прекрасных людей на Boosty, чьи ники вы сейчас видите на экране, я оплачиваю производство уже двух роликов в месяц. Спасибо вам огромное. Вы делаете мою жизнь немного проще. Можете перейти на Boosty и посмотреть, какие там есть плюшки, за какие суммы. Такие дела. Естественно, у меня есть уютная и милая тележка. Там много про звук, звукорежиссуру и уникальный контент, который не вошел в эти ролики. Ссылка в описании. Еще есть группа ВК, там можете поглазеть, сколько я беру за сведения и мастеринг. На этом у меня все. Я Саня Радиотехника, и в гостях у меня был Костя Матафонов. Адью. Саня Радиотех点, Саня Радиотехи. Саня Радиотехнике,